Третий месяц в Сухоложском отделении Уралсвязи.Информ кассы не справляются с потоком приема платежей за использование телефонной связи. Приходится гражданам района выстоять в очереди не один час, а порой возмущенных граждан беспокоят, что Уралсвязи.Информ отключает телефон быстро, а доставку квитанции населению организовать не может. Сволочи такие, разве можно так издеваться над народом? Разве можно так допустить, чтобы мы старые люди, мне девятый десяток, я еле пришла сюда. Сделали бы еще дополнительную какую-то точку оплаты? Почему все идут от центрального? Куда еще можно оплатить? Нужно заплатить вовремя, потому что квитанции нет. Еще такие квитанции приходят, что я с Москвой четыре раза разговаривала, где у вас с ней не бывало там. До нее вообще невозможно дозвониться, трубку вообще не берут. Не хотят даже разговаривать. Не спросить никого ничего, ничего не узнаешь нигде. Вот я из деревни Измельничной приехала заплатить за телефон. Четвертый раз. А билеты стоят 30 рублей туда и 30 рублей обратно. Я пенсионер. И не найдешь концов нигде. Самое интересное, нигде не найдешь концов. Это что за безобразие? То Свердловск отправляют, дадут номер телефона, туда звоните, то в Озбес, то еще куда-нибудь. Я говорю, только еще до Китая не добрались. И самое интересное, что никто из представителей руководства не может дать никаких комментариев и пояснений по поводу возникших проблем. Они якобы не отвечают за доставку квитанции и не контролируют данную службу. Представительства Уралтелекомсервис у нас в городе нет, но компания все же планирует открыть два филиала. Чего же нам делать сейчас? Ждать, когда настанет организованный режим работы филиала или просто переходить на использование сотовых телефонов? Александра Ермакова, Олег Ефремов. Новости Слок-ТВ.